Нахиба! 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 Привет! Я Саша, я иллюстратор, я создатель голубей-единорога и других фантастических животных. Главное, чтобы начать, просто самая главная правда, это не бояться начинать. Можно просто взять телефон, взять свой палец, любой, и просто начать рисовать. Сначала у вас ничего не выйдет, но с пятой, с десятого пальца уже вполне может быть шедевр, который там соберет 100-1000 лайков и это будет ваш старт. Папа был военный, я родился в Германии, но в три года закончился срок службы и меня привезли в Киев. Одна из причин, почему я ушел из IT, это свободное время, я могу там днем взять, пойти погулять несколько часов, работать в кафе, если позволяет время. Из наших иллюстраторов у меня это Сергей Майдуков, у него отличный стиль, он печатается в куче западных изданий, он востребован и очень выделяется на голову всех наших современных иллюстраторов. Может я стремлюсь где-то быть как он. Профессия очень мало мужчин, надо как-то все это разбавить, женское общество. У меня есть какой-то такой маленький амбициозный проект, еще в начале года я его пытался начать, но пока не вышло. Это комикс про Багрянову, про Треголову, перенести книгу в формат комикса. Не знаю, может какой-то бой в упрощенном виде, чем сама книга, но мне нравится и сюжет, и динамика его. Думал, он хорошо вышел бы в комиксе. Для выставки выброса с животными-единорогами, я когда-то ее начинал специально для Твиттера, для своих подписчиков, как шутка была. Сначала был кот, я подумал, ну просто кот и кот, кто не видел кота, давайте я ему сделаю, будет кот-единорог. Потом лягушка, лиса, панда и так далее, все эти животные, сейчас их уже почти 50 штук, если не больше. Деньги с этих пользователей полностью идут в фонд, который в помощи онкобойным детям. Собирают они деньги на операции, психологическая помощь, помощь детям, которым уже никак нельзя помочь, помощь на подарки, исполнение их желаний и так далее. Собственно, в профессии я где-то второй год, вот где-то летом будет. До этого был IT, а вчера уже после работы занимался, я это называю, игрался в дизайн. Дизайны на футболке разрабатывал для западных сервисов. Ну, и ушел с работы с IT, и теперь полностью занят иллюстрацией. И решил как-то для себя с самого начала, что буду как-то чередовать какие-то коммерческие проекты и благотворительные. Это уже не первый мой проект с фондом, я для них делал серию открыток. И тоже все деньги, там, шли котиками, собакам. Сейчас я больше как фриланс, какие-то частные проекты. Все моих иллюстрации опять же я продаю по всей Украине и за границей тоже. Они уже есть и в Виталии, и в США, и в Австралии. Недавно я отправил в Объединенные Лавские Эмираты тоже посылочку с единорогами. Я основной занимаюсь полиграфией, опять же, сам на себя. Сам и свои дизайны, сам продаю открытки, блокноты, наклейки. Сейчас будут значки тоже с моими иллюстрациями. Те же постеры, которые никто особо не продает Украине. И нет привычки вешать их дома, как, не знаю, в любом. В американском серии завешана вся у ребенка, вся комната. У меня есть большая серия с писателями. Там Шевченко держит единорога на прямую ручку. Эдгар Алмапо что-то держит. Город Лавкрафт держит ктулху и тому подобное. Которые в ТЭНе, которые есть в школьной программе, которые знают. Рисую я, в принципе, многих. Хвылевой, Багрянный. Просто их, опять же, никто не знает, как они выглядят визуально. Опять же, в школе нас сильно мучает тем же Шевченко. На него сейчас смотреть никто не может. А вот Шевченко с единорогом, во, во, мне надо купить таких две. А может быть, и пять еще друзьям раздать. Несколько лет назад мне было сложно, опять же, тем же фондом помогать какую-то свою зарплату. А сейчас я просто делаю проект. Люди приходят, люди покупают. А я так молчаливый наблюдатель за всем этим. И счастливый наблюдатель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова